всем здравствуйте дорогие друзья меня зовут юлия на канале о вязании сегодня у нас понедельник и я хочу показать вам готовую работу новый процесс мои небольшие продвижения а уже завтра если у меня получится снять небольшое подключение то уже завтра вы увидите большую готовую работу потому что мне осталось совсем ничего и так давайте начнем сначала не так давно я показывала вам в одном из видео вот такую шапочку в голубом цвете которую вязала для дианы еще у меня есть синяя но о ней мы сегодня говорить не будем и так вот такая голубая шапка и я сразу когда ее вязала понимала что мне хочется связать еще что-то желтое то есть какой-то аксессуар который будет дополнять шапку в желтом цвете ну митинге это понятно да но все равно ближе к шапке все-таки бактус шаль платок как хотите так и называете поэтому я решила что буду для дианы еще вязать и бактус шапка у меня связано из пряжи элизе лана gold classic к сожалению такого артикула в желтом цвете у меня не было в наличии но у меня была вот такая ниточка сейчас только не полные моточки могу вам показать не стала искать целые это элизе baby wool обычная всем известная ниточка вот такого потрясающего желтого цвета и я поняла что хочу связать бактус что я принципе и стала делать также предыдущем видео говорила вам что мне стыдно показывать то что было потому что я как вязала понимала что что-то там не так я всегда как привык вязать я всегда привыкла вязать от угла потому что мне так нравится мне так комфортно но знаю что одно и тоже надоедает поэтому для разнообразия я решила вязать платок бактус от центра и выходит что я вообще потерял этот навык вязание на платка от центра поэтому там на протачил накосячила конечно конечно я стараюсь я стараюсь своих видео показывать как есть там какие-то ошибки какие-то недочеты как из их исправляю объясняю вам но здесь такая ошибка который вообще не должно было случиться поэтому я вам ее не показала но не помню говорила вам они или нет но сегодня я расскажу так сейчас у меня все нормально все отлично как мне кажется вот такой бактус у меня получается вот вижу от центра первый вариант ошибочные я вязала как как от угла только прибавки я делала с обеих сторон вот забыла как это вяжется оказывается что нужно поднять еще со второго со второй стороны петли и делать прибавки за два ряда четырех местах думаю что вас не запутал кто вязал таким способом тот знает о чем я говорю я конечно все перевязала мне было очень важно перевязать то есть не забросить а довести до ума сделать все правильно была также идея все таки плюнуть и начать вязать от угла как я как ну как привыкла но потом думаю я должна я должна связать так как планировала поэтому вот такая красота сейчас у меня на спицах не скажу что это очень быстро вяжется потому что у меня есть более более важный процесс он более сложные и ну плечевое изделие скажем так тоже вам его сегодня покажу потому что продвижение там есть я не могла много уделять времени именно данному процессу так здесь все как бы банально видно вам лицевая гладь но для разнообразия и чтобы было более интересно вязать не монотонно такое вязание было я решила добавить и небольшие переплетения которые смотрят отображается в зеркальном отражении потом я поняла что и это мне как-то уже надоело вязать я решила добавить еще переплетение потом думаю ладно не зря же я училась вязать шишки и решила вот буквально перед съемкой честно я даже не планировал сегодня подключаться потому что такой насыщенный день поездки нужно еще на почту будет поехать потому что золо товары пришли но мне об этом потому я не планировал подключаться и и как-то перед съемкой оказалось что я как раз и связала вот эти шишечки стандартно я всегда на шишки набираю 5 петель но здесь мне захотелось их таких объемных чтобы они цепляли на себе взгляд и я решила набирать по 7 петель как они будут располагаться будет один ряд и шишечек какое расстояние между ними будет я понятия не имею вот вся прелесть вязание бактуса потому что можно придумывать по пути по ходу вязания вот как хочется сейчас какое настроение то и вяжешь тот узор и пускаешь там ажур чередуешь узоры забрасываешь их переходишь на лицевую гладь все что угодно можно вязать как угодно поэтому пока что у меня всего две но дальше буду продолжать вязать ну вот как то так получается да вижу два сложения если вы не обратили на это внимание если кому-то интересно тоже об этом говорила он такой хороший плотный додротный будет теплый но если бы у меня было больше времени и это был бы мой основной процесс то я бы конечно возможно вязала в одну нить потому что он тогда получался бактус более воздушный такой хорошо драпировался но здесь он такой не скажу что как валенок нет но полотно плотное будет тепло это самое главное я так считаю вот пришло оповещение что посылочка приехал так пряжи мне должно хватить он не будет большим потому и не называю его платком а бактус бактус это чтобы хватило обмотать шею и еще углы спускались на переднюю часть все там где-то сантиметров двадцать пятнадцать этого будет достаточно так что комплект вяжется и я не очень-очень нравится ну и мне конечно тоже вот как хочется мне я так и вижу конечно основные процессы я не согласна что вы дорогие друзья думаете если вы не подписаны меня в instagram что я вам очень сильно рекомендую подписаться потому что там еще будет проходить но не там а там я уже как бы рассказала будет проходить у меня очень классный совместный проект они у меня сегодня тоже вам расскажу в этом видео если вы не подписаны в инстаграм вы думаете ну вот связала три шапки и все нет у меня есть и четвертая шапочка я не связала позавчера у нас не было света а мне хотелось что такое повязать у меня были королевские пайетки была одна ниточка ангоры мне подарили за что огромнейшее спасибо и несколько ниточек мериноса и я связала вот такую шапочку для софии посмотрите какая прелесть вот быстренько связала наверное полдня не прошло она уже постирана то есть когда инстаграме показывала там показывала до стирки а вам уже показываю после вот такой пух скажу так возможно вы сейчас подумать если должно быть быть пуха побольше все-таки ангора но вы знаете я думаю что его здесь достаточно для всего лишь одной нити этого больше чем достаточно вот такой пух я постирала феном передула потом еще щеткой не расчесала мне нравится так покажу вам вот в таком виде смотрите у меня было немного королевских пайеток хватило бы или на пол шапки или же как моем варианте я решила просто связать отворот королевским пайетками и это очень удачная идея почему потому что они не будут цеплять волосы они не будут царапать лоб потому что находятся на верхней части шапки а здесь все комфортненько мягенько приятненько то есть все здорово такая идея классно еще у меня есть мысли снять для вас видео где покажу всю пряжу которую планирую пустить на шапки и там есть тоже как бы вариант связать шапку такого типа как такого отворот тоже пустить королевские пайетки у меня есть коричневые и это было бы здорово и возможно данную шапку я бы оставила себе потому что у меня пуховик в бежевом цвете у меня спортивный костюм цвета мока и я думаю что было бы неплохо скажем так смотрите шапочки немного отличаются но я вязала по тому же принципу здесь получается что как бы по ширине они одинаковые да ну практически потому что здесь еще королевские пайетки не добавляют толщину нити получается одинаково а здесь нет хотя в принципе одинаково вязала но мы понимаем что ниточки разные по сути и плотность разная и получается так что короче выходит вот шапочка цвета фуксии но если связать немного там на 5 рядов больше то принципе они были бы одинаковы но софии очень классно и покажу вам такое домашний домашние фото просто для инстаграма дело чтобы все таки показать результат что же я связала и я вязала без каких-либо расчетов что еще здесь какое отличие я вместо изнаночной петли до между прибавками пустила лицевую это же принципе так неплохо еще для вас я планирую несколько мастер-классов на шапке потому что эта тема актуальная я вижу по лайкам по запросам я присмотрела несколько вариантов макушек и хочу для вас отснять мастер-класс на другие варианты шапок поэтому если вам актуально пишите пожалуйста в комментариях под видео мастер-классы будут бесплатные чтобы вы не переживали что нужно будет платить нет мастер-классы на шапке будут бесплатно главное что я понимала что вам они нужны поэтому пишите ставьте лайк этому видео чтобы я знала что есть обратная связь и я не зря буду вязать и заниматься съемкой мастер-класса так что вот у меня есть еще одна шапочка но софии очень нравится и мне нравится поэтому ниточка еще осталось осталось немного королевских пайеток я взвешу возможно мне еще хватит но должно хватить и может я свяжу уже такую шапочку побольше но там вопросы с ангурой хватит ли ангур и мне на вторую шапку конечно ангур а вот придает пушистости ну конечно совсем другой вид здорово и так мягкая приятная и она практически не летает что очень здорово потому что я помню пух норки конечно это совсем другое но все равно там просто практически обязать не могла я задыхалась у меня у меня этот пух был везде ужас ужасно я как-то уже к нему возвращаться не хочу так что вот такая красота будем еще вязать так дорогие друзья перед тем как я покажу вам последние мои продвижения хочу еще рассказать вам о моей новой идеи о новом совместном проекте я уже о нем писала в сообществе здесь и на ютюбе также писала в инстаграме делала посты и истории снимала у меня сегодня появилась такая грандиозная идея мне жутко хочется вязать носочки но я не хочу их вязать одна и я решила так что хочу организовать такое закрытое пространство где мы будем вязать носочки целый месяц начиная с первого февраля такая ну такое небольшое условие будет чтобы хотя бы одну пару в неделю но если вдруг не получится ничего страшного главное вот этот заряд на вязание главное хорошее настроение это приветствуется конечно и чтобы как бы вам был бонус да не просто так что я организовала и все и вяжем до каждой там свои носочки это понятно что каждый будет вязать свои носочки вот как он хочет так он и вяжет не будет никакой привязанности к условно что должны быть рюши только женские или мужские только носочки нет можете даже детские вязать я еще продублирую информацию в описании под видео почитайте если вдруг я так сумбурно сейчас расскажу потому что нужно спешить честно там посылка ожидает поэтому смотрите я решила еще вам в этот совместный проект отснять два мастер-класса по носочкам первый мастер-класс это будет на женские носочки второй мастер-класс на мужские носочки и как-то я уже все это написала в инстаграме и думаю а и стала искать фотографии и набрела на фото носочков на которой описала описание pdf формат и думаю ну вот здорово было бы еще и подарите участникам этого закрытого носочного пространства этот pdf описание поэтому дорогие друзья кто присоединится к этому совместному проекту который стартует с первого февраля получит два видео описание видео описание какое видео описание два видео мастер-класса на носочки мужские и женские плюс моё описание pdf формате поэтому три таких подарочек вы конечно по мастер-класса можете вязать как раз в этом пространстве наше то есть в это время и присылать отчеты или же вязать носочки свои то есть по желанию но мастер-классы останутся с вами и описание pdf формате тоже останется с вами какие условия для меня это организация и съемка мастер-класса ну конечно с меня подарок как же по-другому с вас дорогие мои любой донат любая сумма которую вы пожелаете мне прислать описание читаем под видео также я ставлю реквизиты оплачиваем пишем не или в instagram что вы оплатили можно даже скриншот оплаты не прислать просто время и что вы оплатили или же мне пишите на почту тоже адрес почты электрона я вам оставлю в описании под видео поэтому присоединяйтесь я буду очень и очень рада поехали дальше что еще я вязала конечно все так я что-то забыла так все здесь а просто забыла куда поставила и так посмотрите я уже в который раз вам показываю но обещаю что сегодня вы видите это изделие в качестве процесса последний раз так мой джемпер который я вижу уже наверное месяц потому что все упирается в съемку мастер-класса у нас сейчас достаточно часто отключают свет и так надолго и у меня не получается снимать но сегодня я доснимаю последние кадры и все завтра уже выпускаю заключительную часть мастер-класса на канале так посмотрите у меня уже связан второй рукавчик я уже его практически полностью связала мне осталось делать убавки на манжет и связать резиночку все это будет готовая работа кто впервые на моем канале я вам покажу из какой пряжи вижу это пряжа элизе ангора голд 100 граммах 550 метров конечно же я вижу два сложения и цвет 180 потрясающий зеленый цвет так что вот движется но я уже знаете для себя приняла очень важное решение каждый раз наступая на одни и те же самые грабли но здесь я все для себя предельно ясно решила теперь я буду брать в работу основной процесс большой это плечевое изделие неважно снимаю на него мастер-класс не снимая вижу до в удовольствие для себя на заказ на продажу неважно то есть я беру одно большое плечевое изделие и какие-то небольшие аксессуары носочки шапки бактусы такие несложные да не шали конечно там ажурными сплошными узорами листьями или еще каким-то так я решила и все потому что я понимаю сейчас у меня там есть процессы и кардиган и еще свитер для мужа это все у меня есть но также у меня сейчас появляются новые интересные идеи у меня стоит бобильная ниточка с которой прям чешутся руки что-то начать вот прям сдерживая себя с последних сил и кажется что этому нет конца и краю то есть постоянно будут какие-то недовязывая постоянно будут возникать новые большие процессы и я решила что буду довязывать потихоньку большие процессы ну или брать в работу новый большой процесс и когда только его полностью свяжу тогда буду переходить на другой большой процесс или новые или буду брать там из запаса что у меня есть не закончена вот так я буду работать потому что это никуда не годится я как белка колесе пытаюсь ухватиться за все и ничего не успеваю а так смотрите я вижу этот джемпер да и у меня уже вот сколько много новых шапок появилось ну еще вот успеваю бакту связать поэтому так мне более комфортно работать вот и все дорогие друзья показала вам все мои продвижения показала вам готовую работу думаю что и вам так интересно да видеть готовые работы а не только процессы не только мои начинания на этом буду с вами прощаться потому что нужно бежать нужно ехать желаю вам ровных петелек бежите с удовольствием и главное берегите себя всем пока и